При апгрейде фототехники неопытный пользователь часто сталкивается с проблемой выбора. Купить новую камеру или приобрести объектив получше для старой. Вопросов нет, если есть к чему стремиться. Другое дело, если хочется фотографировать получше. Тут начинаются бессонные ночи, споры на форумах и другие неприятные вещи. Проще всего решить этот вопрос наглядным путем, сравнив изображения с разных комплектов оборудования. Первым будет бюджетная камера Nikon D3100 с флагманским зумом 24-70. А во втором профессиональная камера Nikon D800 с недорогим китом 1855 VR. Так как этот объектив не может полноценно работать с полным кадром, мы включили в нем режим Crop. Начнем эксперимент с разрешением. Первая камера имеет 14-мегапиксельный сенсор, вторая в Crop режиме обеспечивает 15. Разница хоть и небольшая, но она все же в пользу дорогой камеры. В теории прирост пикселей должен обеспечить более высокую детализацию. Однако на практике получилось наоборот. Дешевый объектив с низкой разрешающей способностью просто замылил детали изображения. В то время как бюджетная камера с качественной оптикой показала четкие кадры, раскрыв весь свой потенциал. Что касается цветопередачи, нельзя сказать, что один комплект в этом плане существенно превосходит другой. Фотографии отличаются только балансом белого, а это уже дело вкуса. На удивление, в диапазоне фокусных расстояний от 24 до 70 мм оба объектива показали низкий уровень хроматических аберраций и небольшую дисторсию. А вот разница в динамическом диапазоне оказалась существенной, хотя и проявляется только при обработке файлов RAW. Фотография, сделанная дорогой камерой, позволяет вытянуть больше информации, например, при пересвете. Красным отмечены зоны, в которых детали потеряны, а на левом снимке, как видите, они заметно шире. Однако на практике это даст не так уж и много преимуществ, особенно если заранее избегать ошибок экспозиции. При съемке в условиях недостаточного освещения главной проблемой фотографии являются шумы. В этом плане однозначное преимущество будет за профессиональной камерой. Крупный сенсор и мощный процессор позволяют снимать при более высокой светочувствительности с меньшим уровнем шумов. Но и здесь не обошлось без дно. В случае с бюджетной камерой улучшить фотографию можно, например, открыв диафрагму и понизив ISO. Наверняка ваш новый объектив будет светосильным, а если нет, достаточно использовать штатив. В то же время от низкой разрешающей способности бюджетного объектива не спасет ни повышение чувствительности, ни дополнительные аксессуары. А стоит ли покупать новую камеру ради скорости? Если вы часто снимаете спор детей или животных, то серийная съемка 10 кадров в секунду против 3 даст ощутимые результаты, независимо от оптики. Будет значительно больше удачных кадров, но в нашем случае скорострельность отличается всего на пару кадров, что на практике погоды не делает, особенно с учетом огромной разницы в стоимости комплектов. Если же ориентироваться на скорость срабатывания затвора, то целесообразность приобретения новой камеры будет почти нулевой. Да, минимальная выдержка этой модели в два раза короче и равна 1,8 секунды, но нужна она в основном для съемки суперсветосильной оптикой на ярком солнце, а с таким объективом будет совершенно невостребованной. Совсем другое дело – скорость самой оптики. Ультразвуковой привод профессионального объектива работает заметно быстрее даже с менее продвинутой системой фокусировки бюджетных моделей, тогда как китовый зум с обычным мотором совсем не прибавил скорости в паре с крутым аппаратом. А теперь немного статистики. В среднем новое поколение камер выпускается через каждые 2-3 года. На разработку новой версии объектива уходит от 3 до 5 лет, а конструкцию наиболее удачных моделей не меняют спустя десятилетия. Технологии производства оптики, разработанные 30-40 лет назад, остаются до сих пор актуальными, а инновации, способные кардинально повлиять на изображение, внедряют нечасто. К тому же механизм объектива менее подвержен износу, чем, например, затвор или привод зеркала камеры, поэтому выгоднее инвестировать в оптику. Конечно, у профессиональных камер есть и другие преимущества – эргономичность, высокая автономность, гибкость настроек. Но для любительской фотографии это далеко не критичные параметры, за которые стоило бы переплачивать. Если разница будет всего пару поколений, то новая камера, по большему счету, не даст видимых преимуществ. Но качественная и правильно подобранная оптика откроет иные горизонты, обеспечит высокую четкость снимков и позволит управлять глубиной резкости или снимать в недоступных ранее жанрах. Редактор субтитров А.Семкин